Здравствуйте! Сегодня разговор пойдет у нас о стимуляторах роста. Я думаю, что ни один дачник на своем присоединенном участке не обходится без этих волшебных друзей. Так какие же виды бывают стимуляторы роста? Но условных можно разделить на несколько групп. Это гуматы, фитогормоны и натуральные стимуляторы роста. Это гуматы, это вытяжка из гумуса, фитогормоны, это натуральные средства, это гормоны, которые содержатся в естественных условиях и в самих растениях. И народные стимуляторы роста, те, которые у вас у всех уже на слуху, все про них знают, это мед, дрожжи, яичный желток, также отвар крапивы и вода. Это тоже является природным стимулятором роста. Но остановимся немного подробнее. Для чего же нужны стимуляторы роста? Ну, во-первых, они облегчают очень процесс приживаемости всех черенков, способствуют быстрому, качественному образованию корешков. И процент схожести семян, они тоже благодаря этим корнеобразователям улучшаются. То есть, если не использовать их, то из 10 семян могут войти 7 и 8, а когда мы используем их, может быть, даже стопроцентная схожесть. То есть, согласитесь, это правда здорово. И еще один важный момент. Если вы черенкуете какие-то виды гортензии, яблонь, груши и все, то процесс приживаемости и время для образования вот этих корней благодаря вот этим препаратам уменьшается в разы. Итак, какие же они бывают? Бывают в жидком виде, бывают вот в таких ампулах содержатся, бывает в таблетках. Ну, суть вот такая, таблетка. То есть, суть у них все равно остается одна и та же. Как же действуют эти фитогормоны? Ну, могу сказать так, что когда мы погружаем в воду черенки с разведенными корнеобразователями, он раздражает древесный слой у растений, тем самым образовывается, ну, сказать можно так, капсула. И в результате которой вот в этой капсуле и образовываются корешки. Но это вот очень упрощенный вариант образования корней. Наиболее популярные из фитогормонов это гетероксин, корнерост и корневин. Это вот, наверное, у садоводов одни такие из самых известных корнеобразователей. Здесь содержатся природные фитогормоны. Сейчас тоже большую популярность набирает вот такой вот эпин. Ну, что про него можно сказать? Это синтетический товарищ фитогормонов. То есть, гормон получен синтетическим путем. Ну, поверьте, от этого качества и способность воздействовать на растения нисколько не хуже. Еще хочу сказать, что вот эти препараты, они не только для корнеобразования, их можно использовать. Но если растения, например, подверглись какому-то воздействию холодного воздуха или были какие-то перепады температуры, вы тоже можете использовать эти препараты. Они снимают стрессовую ситуацию с растениями. То есть, помогают им пережить вот этот вот период нестабильной температуры. Это еще одно направление вот этих корнеобразователей. Также этими корнеобразователями можно обрабатывать и рассаду. То есть, способствуют более крепкому росту рассады. Даже самое можно обработать семенной материал. Даже самые непослушные, трудновосходимые семена, благодаря вот таким обработкам, достаточно быстро начнут прорастать. Что еще можно сказать про эпин, добавить я хочу, что вот эпин, когда мы разводим, вы должны помнить, что эпин разводится только в очень чистой, кипяченой воде. И многие добавляют еще лимонную кислоту для усиления действия. Это вот важно. Самое главное, что чистая вода должна быть. Из натуральных корнеобразователей можно выделить несколько представителей, которые есть у нас всегда в доме. В них тоже можно замачивать, раз, семена на посадку, можно также использовать для растений, которые у вас, вы чувствуете, что они хиленькие и слабенькие. То есть, можно поддержать общий тонус растений вот этими натуральными препаратами. Это такой, как мед. Достаточно одной чайной ложки на литр воды и, поверьте, у вас будет натуральный корнеобразователь. Яичный белок тоже заслуживает ваше внимание. Один белок и две части воды настаивайте. Конечно, будет запах не очень приятный, но, поверьте, это рабочий стимулятор. Также можно использовать сок алоэ. Его выдерживают в холодильнике. Еще можно использовать алоэ, который помещает отрезанный листик в холодильник, а затем используют сок. Развести его с водой нужно. И тоже является мощным корнеобразователем. Но помните, алоэ можно использовать не для всех культур. В частности, перец нежелательно использовать соковое. Дрожжи являются тоже очень активным стимулятором и роста, и корнеобразования. В дрожжах содержатся все таблицы Менделеева. Древесный зола тоже является очень таким доступным и эффективным корнеобразователем. А настой крапивы, настой иовых прутиков тоже может быть очень мощным корнеобразователем. Единственное, что они доступны нам в летний период. Дрожжи, яичный желток и алоэ, это, в общем-то, доступны и в любой период времени. Я думаю, что вот все советы, которые я вам сегодня дала и рассказала про корнеобразователей, будут вам полезны. До свидания. Оставайтесь с нами. Всего вам хорошего. Субтитры подогнал «Симон»